АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ Готовьте предложения для работы наших подразделений в Арктике в летний период. Нам нужна техника, перемещающаяся по болотам, не нарушая растительности, добавил министр. Он также поставил задачу спланировать и провести учения с применением авиации по поиску и спасению в северных широтах. Министр попросил подготовить экипажи для работы в сложных арктических условиях, начиная с посадки на льдину и заканчивая вопросами ориентирования в условиях плохой видимости. Сейчас внедряется экипировка спасателей, адаптированная для работы в арктических условиях. За последние четыре года специалисты МЧС провели более 5000 поисково-спасательных операций в арктической зоне. Оказана помощь более 7000 человек. В настоящее время МЧС России открыла для работы в арктической зоне три комплексных аварийно-спасательных центра. В Наринмаре – архангельские дудинки, четвертый – в Мурманске, готовятся к открытию в июне. Также в арктическую группировку входят четыре региональных поисково-спасательных отряда и два морских спасательно-координационных центра. «Газпромнефть» завершила зимнюю программу поставок нефти с новопортовского месторождения, начавшуюся в феврале и ставшую первым в российской нефтегазовой отрасли опытом отгрузки нефти с Ямала-Морем в зимних условиях. В рамках кампании было отправлено семь танкеров нефти общим объемом более 100 тысяч тонн. Все сырье, вывезенное в зимнем сезоне, было реализовано потребителям северо-западной Европы с оплатой в российских рублях. Для осуществления масштабного коммерческого вывоза нефти в ледовых условиях была разработана уникальная схема погрузки и перевозки танкерами повышенного ледового класса на буксире атомных ледоколов. Ледокольное обеспечение проводки танкеров по трассам Северного морского пути выполнила компания «Атомфлот». Компания продолжает разрабатывать уникальные для российской нефтегазовой отрасли технические, логистические и маркетинговые решения, которые позволяют нам не только в намеченные сроки переступить к круглогодичной промышленной разработке новопортовского месторождения, но и увеличивать долю экспортных расчетов в российских рублях. Промышленная полномасштабная разработка новопортовского месторождения начнется в 2016 году. Атомоход «50 лет победы» отправится в первый в этом году круиз к Северному полюсу с туристами на борту 4 июня. Всего за лето планируется провести семь рейсов. Ранее предприятие планировало, что в 2015 году состоятся шесть заключительных рейсов. По словам представителя компании, продление связано с тем, что работы по восстановлению атомного ледокола «Советский Союз» завершатся в 2016 году, а не в 2017, как это ранее планировалось. Кроме того, круизы к Северному полюсу востребованы у туристов, несмотря на достаточно дорогие билеты, в среднем 30 тысяч долларов за рейс. Круиз на Северный полюс компания начала в 1990 году. Тогда этот вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомно-ледокольного флота. Арктические круизы пользуются большой популярностью, в них отправляется традиционно много представителей азиатских стран, а также практически всех стран Европы. Ранее капитан атом-флота, совершивший десятки рейсов к полюсу, Валентин Довыдянс, рассказал, что чаще всего к полюсу путешествуют представители Китая и Японии. По пути к Северному полюсу туристы на борту ледокола проходят через острова Архипелага Земля Франции Иосифа, где находятся знаменитые птичьи базары и лежащие морских животных. А на макушке планеты самые смелые и закаленные окунаются в прорубь в воде Северного Ледовитого океана. Рейс длится около 10 дней. Администрация Надымского района Ямала впервые предложила жителям принять участие в смелом агропромышленном эксперименте выращивания картофеля. Участниками эксперимента станут 65 надымчан, которые получат во временное пользование по две сотки обработанной и подготовленной к высадке картофеля земли. Предварительная плуговая обработка земли была произведена на прошлой неделе. Семена среднераннего сорта картофеля галлов на дым привезут уже завтра. В ближайшее время ожидается поставка удобрений. Если лето выдастся засушливым, что большая редкость для богатого на осадке северного региона планируется обеспечить подвоз воды. По предварительным прогнозам высаживать картофель участники эксперимента будут в праздничные выходные. К этому времени земля достаточно прогреется. Повторение эксперимента будет возможно в случае успешного урожая. Концепция развития отрасли картофелеводства до 2020 года разработана Департаментом агропромышленного комплекса торговли и продовольствия Ямала в рамках исполнения поручения губернатора Ямал-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина о проведении мероприятий, направленных на существенное увеличение объемов производства картофеля на Ямале. Губернатор Мурманска Марина Ковтун заявила о создании в регионе системы подготовки уникальных специалистов для арктических проектов. Сегодня регион стоит на пороге больших перемен, реализация крупных инвестпроектов, интеграция в процесс нового освоения Арктики. Мы обязаны включиться в этот процесс не только нашими территориальными и природными возможностями, но и кадрами. Создать систему уникальных специалистов для арктических проектов, подчеркнула Марина Ковтун. Глава региона отметила, что первым шагом на пути к этому станет формирование Центра арктических компетенций. Создание центра, реализующего систему комплексной непрерывной подготовки рабочих кадров на высокотехнологичном оборудовании для арктических проектов – приоритетная задача ближайшего будущего. В целях комплексной и системной подготовки кадров с высшим образованием для потребностей экономики и социальной сферы региона подготовлен проект создания Мурманского арктического государственного университета. Базой для него станут Мурманский государственный гуманитарный университет, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета и Хибинский технический колледж. К ямальскому проекту кочевая школа подключилась школа-интернат села Кутапьюган, которая организовала летнюю игровую площадку для детей работников 15-й и 16-й оленеводческих бригад Ныдинской тундры. Площадка будет работать в течение двух месяцев. Вожатые старшеклассницы школы прошли специальную подготовку и стажировку на базе детского сада олененок. Накануне делегация школы-интерната села Кутапьюган посетила места кочевия леневодческих бригад, в том числе и ирцанги, которая расположена на побережье Обской губы. Дошкольникам вручили рюкзаки с книжками на ненецком языке, с учебно-дидактическим, игровым и развивающим оборудованием. Одной из приоритетных задач ямальской системы образования является обеспечение равных стартовых условий для детей, в том числе ведущих вместе с родителями кочевой образ жизни. В округе организованы кочевые группы детского сада, мобильные сезонные площадки кратковременного пребывания детей-тундровиков старшего дошкольного возраста, каникулярные летние школы для будущих первоклассников в местах кочевий ямальских оленеводов. Летом 2015 года войска Воздушно-космической обороны Российской Федерации проведут испытания первого спутника Единой космической системы. Летно-конструкторские испытания первого космического аппарата системы ИКС планируются начать на космодроме Плесецк. Единая космическая система является развитием существующей системы раннего предупреждения о ракетном нападении. К 2018 году орбитальная группировка составит 10 спутников, что позволит России фиксировать запуски баллистических ракет как нынешних, так и перспективных. Из акватории Мирового океана и с территорий стран, проводящих испытания. Первый спутник системы планируется запустить до конца 2015 года. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин в ходе рабочей встречи в Сыктывкаре с главой республики Коми Вячеславом Гайзером поддержал предложение руководителя республики об оказании федеральной поддержки строительству автомобильной дороги Сыктывкар-Ухта-Печоро-Усинск-Наринмар. В настоящее время финансирование строительства участка этой дороги в Коми ведется исключительно за счет средств республиканского бюджета с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Для обеспечения проезда транспорта по этой трассе в границах Коми необходимо 10 миллиардов рублей. Для полного завершения строительства с учетом реконструкции и модернизации отдельных участков автодороги от Сыктывкара до границы с Неницким автономным округом потребуется 20 миллиардов рублей. Эксперты российской газеты выбрали пять интересных, необычных и вполне бюджетных направлений, куда туристы могут отправиться этим летом. Наринмар и русская Арктика – одно из них. Вот что пишет журналист российской газеты Алена Узбекова в материале «Куда поехать этим летом». Начнем, пожалуй, с нераскрученного, с русской Арктики. Во всем мире путешествия на Северный полюс считаются одними из самых экзотических и дорогих. Но сейчас это доступно для россиян. Вы удивитесь, но перелет туда не очень длительный и не очень дорогой. Лететь на Наринмар из Москвы меньше трех часов, а цена билетов туда-обратно 13-14 тысяч рублей, рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор российского национального туроператора «Алеан». Сейчас все больше стали говорить о необходимости разработки нового готового туристического маршрута к Северному ледовитому океану. Туроператоры готовы, но многое будет зависеть в том числе и от усилий местных властей. А пока самостоятельные путешественники могут открывать для себя необычную и дикую красоту Северного ледовитого океана, Баренцево море, реки Печоры. Здесь интересно рыбачить, посещать олени-стойбище, общаться с коренным населением, наблюдать за шаманскими обрядами. И лето – идеальное время. Погода вполне комфортная, температура доходит до плюс 20 градусов.